Добрый день, дорогие друзья, зовут меня Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как забота о мозге. Не о нашей памяти, не о нашем рассудке, а именно о мозге. И мозг это часть нашего тела, очень важная часть. И многие люди не знают, как заботиться о своем мозге. И, конечно, хорошо, когда человек не только правой рукой пишет, но и левой. Играет в теннис не только правой рукой, но и левой. Когда он делает упражнения для памяти, это все хорошо. Но забота о мозге это гораздо больше и шире, чем только тренировка своей памяти. Ведь слово амнезия, потеря или ухудшение памяти, это 32 заболевания, которые приводят к ухудшению памяти. И забота о мозге это гораздо глубже, гораздо больше, чем просто забота о памяти. Потому что наш мозг отвечает и за зрение, и за память, и за слух, и за жизневосприятие, и за эмоции человека, и даже за продолжительность жизни. И поэтому заботиться о своем мозге необходимо. И давайте выделим главное от второстепенного, или более важного, от менее важного. И мы начнем с нашего сна. Сон это очень важная составляющая в любой период жизни для человека, для того, чтобы заботиться правильно о своем мозге, его работе. Чистый воздух, как внутри квартиры, дома, так и на работе, на месте учебы, очень важно. И при этом регулярные ежедневные дыхательные упражнения. Как минимум, как минимум, 15-30 минут в день. Следующее. Чистая, мягкая вода. Именно, ни компоты, ни чай, ни кофе там, отвары. Нет. Чистая, мягкая вода, по возможности максимально чистая. В должном объеме для каждого человека. Что такое должный объем? Это на 30 килограммов веса человека 1 литр воды в день примерно. Идем дальше. Следующее идет. Это вера в Бога и его водительство. Одной веры мало. Важно, чтобы человек общался с Богом. И Бог говорил ему, а человек мог слышать, что говорит ему Бог. И эти советы использовать в своей жизни, это тоже очень важно. Следующее. Профессия. Выбор профессии и влияние ее на мозг человека, это просто очень важные моменты. И поэтому на профессиях многие люди приотыкаются. И из-за этого потом, впоследствии, их мозг может прийти в плохом состоянии. Следующее. Это деньги и влияние денег на мозг человека. Но это отдельная тема, она глубокая, но она имеет нестабильность. Следующее. Это благотворительность. Благотворительность, как ни странно, она влияет на работу мозга. Но не все об этом знают. Следующее. Это фитнес. Фитнес в регулярной форме. От трех до шести раз в неделю. От получаса до часа в день. И перевернутые позы. Ортодоксальные позы. Регулярно, ежедневно. Это тоже самозабота хорошая о мозге. Следующее. Это питание. Правильное питание. Потому что если у человека много соленой пищи. Много жареной пищи, много жирной пищи, сладкой пищи. Это все будет вредить нашему мозгу. В том числе и как понятие ГМО, консерванты и прочее, прочее. Следующее. Благословение и проклятие. Это духовная сторона в том числе. Насколько человек благословляет других людей, самого себя, природу, животных. Это очень важно. Следующее. Это семья, дети, внуки. И разное отношение к семье есть у разных людей. Это влияет на работу мозга человека. Следующее. Это природа. Отношение человека к природе. К животным. К людям. Следующее. Это отношение человека к врагу. Знает ли он его, его служителей. Может ли он различить дары от врага от даров от Бога. Это тоже очень важно. Следующее. Регулярный голод для очищения и обновления мозга человека. Я теперь скажу очень важное. Голод начинается только после третьего дня голодания на воде. Когда гликоген у человека заканчивается. Это взрослый человек. И только тогда начинается голод. Поэтому пять дней, семь дней, десять дней. Все это улучшает мозг человека каждого. Затем. Регулярный обед молчания. От одного часа до двенадцати часов. Это может быть еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный. Но это должно иметь место быть. Следующее. Это хобби. Насколько хобби отвлекает человека и снимает старые, ненужные информационные блоки. И это тоже очень важно. И, наконец, последнее. Это информация. Из книг, средств массовой информации. Газет, радио, телевидение, компьютера, мобильного телефона. А также сплетни и общение с другими людьми. Все это влияет на мозг человека. Просуждайте вы об этом. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.